Добрый день, дорогие друзья! В гостях у нас депутат Московской Городской Думы от КПРФ Евгений Ступин. Здравствуйте! Павел, здравствуй! Друзья, всем привет! Рад вас всех видеть! Жень, ну, главный вопрос, который всех беспокоит, это... Чё там тебя из партии собираются исключать? Не собираются? Что там происходит? Ну, ЦК партии запустила процесс моего исключения. Этот процесс, он небыстрый, как бы, если всё по правилам делать, да. Соответственно, вот рассмотрела первичная организация моя. Я на учёте состою в первичной организации Некрасовки, район, от которого выбирался, где прописан. И единогласно приняла решение, что не исключать меня, а вынести мне вкусное предупреждение. Теперь вопрос, главное, за что, да, меня обвиняют. Ну, то есть, на самом деле, довольно сложно понять, потому что в каждом вот этом обвинительном документе, в мой адрес, перечисляется прям много-много всего, но при этом, например, перечисляется письмо «Наши были социалисты и коммунисты против войны», которое было подписано ещё в феврале этого года. Но за это письмо меня уже наказали, на самом деле. То есть, уже был выговор тоже весной. То есть, соответственно, за одно деяние нельзя наказывать дважды. И там же было интервью к «Красному радио», тоже я там прокомментировал вот это письмо и позицию свою высказал. Тоже за это всё было наказано. То есть, сейчас речь идёт в основном, я так понял, о письме, которое я написал в качестве характеристики Илье Яшину, когда решался вопрос о его мере пересечения и о приобщении к делу этой характеристики. Где я всего лишь написал, чтобы вы понимали, что приветствую тот факт, что Яшин, будучи главой муниципального округа, отказался от персонального служебного автомобиля с персональным водителем, который бы перевозил его, подругу его, как, в принципе, многие единороссы делают. Все почти, почти что. То есть, все депутаты. За государственный счёт. Почему бы машинку... За счёт налогоплательщиков, за счёт нищего народа поездить на машину. Вот Яшин поступил, на самом деле, как коммунист. Он и либерал, да? Он себя либералом называет. Но поступил он как настоящий коммунист в этом смысле. Он отказался от буржуазных благ, от благ чиновника, привилегий в пользу народа. Но я как могу это не приветствовать? Я сам то же самое сделал в 2019 году. Я отказался от машины сразу после выборов от персонального. Потому что считаю, что машина, она физически отделяет депутата от его избирателей. И всё, качество взаимодействия, качество управления, качество принимаемых решений резко падает после этого. Он начинает чувствовать себя небожителем сразу депутатом, понимаете? На чём ездит сам депутат Ступин? На чём ездит депутат Ступин? На общественном транспорте. Ну, есть своя машина, Lada X-Ray, но на выходных на ней иногда там... Патриотичненько. Ну да, не Мерседес, как у некоторых на Крымском мосту. Не будем показывать пальцем. Ну и твои персональные ожидания, как ты считаешь, исключат, не исключат? Если исключат, что это для тебя повлечёт? Ты перестанешь быть депутатом или как вообще? Слушай, я в этом смысле фаталист. Я не считаю, что партия принадлежит одному человеку или группе лиц во главе, которые дают указания и всё, и все должны выполнять. Если мы посмотрим Ленина, да, то почитаем, вспомним, то одно из основных, о чём он пишет, демократический централизм. То есть любое решение, оно должно обсуждаться в первичных организациях. Такое решение должно предлагаться. И вот всем вместе принимать это решение. И только потом, когда вот оно всеми вместе принято, оно становится обязательно. Но ПСВО ничего не обсуждалось. Вообще нам просто спустили позицию президиума. И всё, вот делайте так. Уже понятно, что было множество по этому поводу мнений. И, кстати, по Конституции, например, по обнулению Конституции в 2020 году, именно так ведь и сделало руководство КПРФ. Какой результат был? Собрали сначала, не понимали, как реагировать. Там были даже голоса за среди депутатов Госдумы. Потом, когда собрали мнения со всей страны, выяснилось, что все против вот этой Конституции новой. И всё. И руководство КПРФ скорректировало свою точку зрения. В итоге проголосовали в Госдуме против. Набрали множество симпатий, в том числе среди некоммунистов, среди, скажем так, такой общедемократической аудитории, сторонников либералов в том числе. И очень достойно выступили на выборах в Госдуму в 2021 году. В полтора раза увеличили свое представительство в Госдуме. И это, несмотря на ДЭК, несмотря на Многодне, несмотря на все эти фальсификации, увеличили. Это вот результат как раз такой нормальной работы, с демократическим централизмом. Сейчас что мы видим? У нас падение рейтингов КПРФ, падение представительства в Москве, падение представительства в регионах. Зато диктатура внутри партии. Это что, нормально, что ли? Я думаю, что именно за выражение диктатуры внутри партии тебе и будут сыпаться новые шишки. Ну, нельзя об этом не говорить больше. Потому что это неправильно. Это противоречит, в конце концов, учению Ленина. Это неправильно с точки зрения взаимодействия и вырабатывания эффективных решений. Вот слова истинного коммуниста, у которого душа болит. Можно со Ступиным в чем-то не соглашаться, но я думаю, сама позиция абсолютно понятная. Насчет СВО. Сергей Семенович Собянин у нас тут очутился в окопах. Поехал в зону спецоперации. И он спросил, ребята, собираетесь ли вы праздновать Новый год? Они говорят, ну, собираемся отметить, конечно. Он говорит, вот видите, значит, и мы должны выделить миллиарды на подготовку Москвы к празднику. Украсить все гирляндочками, положить свежую плитку. Не забыть об асфальте и так далее, и так далее. Женя, прокомментируй. Ну, во-первых, эти окопы, да. Ну, вот эти досочки свежайшие там, да. Прям вот беленькие все. Вот эти бутерброды там, конфетки в пленочке. Ну, ребят, ну где такие окопы? Слушайте, я не был на войне. Но я служил в армии в обычном, как бы, в мирное время, да. Нет там такого, нет. Не бывает такого. Эти окопы, наверное, ему там, не знаю где, в Красногорске выкопали. Или в Реутове, здесь где-то вот под Москвой, чтобы далеко не ездить. И вот мобилизованных, наверное, каких-то... Любой учебный центр это мог быть, на самом деле. Любой учебный центр. Ну, да, или любой учебный центр. Ну, где-то здесь впечатление, что в Мособласти он был. Ну, как так? Ну, неужели мы все на дурачков похожи, что вот это все мы должны съесть? Вот это показуха. И все же понимаете. Все, кто, скажем так, хоть немножко там критично осмысливает, в том числе, кстати, и патриотически настроенные граждане, я имею в виду, ну, вот те, кто поддерживает СВО полностью, да. Я себя тоже патриотом считаю, да. Просто, тем не менее, мы не должны друг друга как бы враждебно друг к другу относиться из-за разногласий по СВО. Тут кто-то из нас, понятно, заблуждается, но мы все имеем право где-то на ошибку в какой-то момент. Так вот, вопрос. Слушай, ты знаешь, я сделал ролик длительностью 3 часа 20 минут, где разложил вот в деталях, что я думаю там о причинах, о последствиях, о ходе там, о нацистах и все-все-все. И было полно комментариев под этим видео. Ах ты, кремлевский. И было полно, ах ты, значит, этот, проукраинский. Недовольны ни те, ни другие. Я думаю, здесь ошибаются все, ошибаются никто одновременно. Это такая ситуация, в которой мы оказались. Ну, как это сказать? В любом случае, это очень неоднозначная такая вещь, и ты прав, конечно. Если бы хотя бы был какой-то диалог, попытка диалога, многого можно было бы достичь в плане общественного какого-то примирения и так далее. Ну да, и тем более сейчас даже вот эта позиция, которую мы там письмо подписали, на тот момент, я считаю, оно было правильным, но сейчас оно уже не актуально, на самом деле, потому что, ну, вроде как Путин там говорит о том, что другие там его эти лакеи разные, говорят о том, что нужно вот нам мирные переговоры, что Украина не хочет. Ну, Украина, понятно, не хочет. Обстановка в ее пользу складывается. Ну, вот, естественно, как бы. И сейчас вот уже непонятно. То есть просто так сейчас боевые действия уже не прекратишь, да, вроде. Все равно нужна какая-то договоренность. Простого выхода уже из ситуации нет. Нужны переговоры. И понятно, что разгрома ни с той, ни с другой стороны не будет. То есть все равно будет какая-то вот эта линия, скорее всего, она в какой-то момент сложится просто по линии фронта, по которой, ну, будет заключено соглашение. Ну, вот, поэтому я сейчас даже не высказываю уже свое отношение уже, потому что простого решения нет уже. И нам надо искать, и украинской стороне, я считаю, тоже нужно искать мирных переговоров. Ты знаешь, я думаю, самое будет интересное, вот когда спецоперация кончится, и скажут, ну, а теперь давайте мы все-таки выясним, куда делась форма и вот то, и все, и пятое, и десятое. И выяснится, что власть этим не собирается заниматься. Вот мне очень интересно, как на это отреагируют наши новоявленные патриоты. Потому что вот это как раз вопрос вопросов. Ребята, где наша армата, СУ-57, средства связи, обмундирование и по длинному-длинному списку? Где это все? Так вот это и непонятно. У нас миллионами форму воруют, да, как говорит депутат Госдумы. Другие там мы все эти даже недостатки уже сейчас упоминать не будем, все о них слышали, да, в обмундировании, в обучении, там, в снабжении. А садят, мы видим, на семь, на девять лет людей, которые там негативно высказались. Ну, хорошо, предположим, там, да, даже если исходить из того, что это преступление, даже если, да, хотя я считаю, что это неправомерный состав преступления. Тем не менее, девять лет за слова или семь лет за слова, а за кражу миллионов этих, миллионов наборов формы, мы не слышим никаких наказаний, никаких дел уголовных, ничего. Так для нас, вот что опаснее-то? Я вообще ничего понять не могу, если честно. Смотря кто такие мы, для существующей системы оппозиционеры, конечно, гораздо опаснее, чем какие-то там жертвы среди военнослужащих. Ну, сейчас вот уже я не думаю, потому что, ну, чего оппозиционеры? Ну, хорошо, ну, там, согласны они, не согласны там с СССР. Сейчас уже это не так много кого волнует. А вот те рассерженные патриоты, которые там хотели за три дня взять Киев, они-то, мне кажется, сейчас и те недовольные военнослужащие, члены их семей происходящих, те-то уже могут быть гораздо более опасны для власти. Ну, садят оппозиционеров. А ты думаешь, власть как будет сейчас расправляться или что она будет делать с этими рассерженными патриотами? Ну, пока мы видим, что власть пытается договориться как-то, да, то есть где-то их приструнить, где-то их там, как говорили, по крайней мере, на встречу с Путиным приглашали, то есть такой пряник был. Мы видим, что они стали, в принципе, меньше писать уже от таких критических замечаний по тому же Стрелкову хотя бы это было заметно, ну и по другим там. Ну, вот он вернулся с фронта и опять пишет свои критические замечания. Ну, вот посмотрим, что сейчас будет. А так кнутом и пряникам пытаются действовать. Понимаете, что-то ее как бы союзники были, по крайней мере, да, изначально на них власть и опиралась, а сейчас получается, что не оправдала власть их ожидания. И, соответственно, у них крамольные мысли в головах. Посмотрим, ситуация будет развиваться, это точно. Она не будет вот в таком стагнирующем положении находиться. Просто потому, что, я думаю, на фронте будет ситуация развиваться. А это сейчас ключевой драйер будет. Слушай, ну на фоне всех этих перипетий не отменяются внутриполитические события. Вот скоро выборы мэра Москвы, после них выборы президента уже маячат на горизонте. Много идет разговоров, путинские преемники и называют там, кого только не называют. Военкор Коц, Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства, Пригожин, Кадыров. Значит, Шойгу уже списали, многих списали. Сейчас вот Дюмин, вроде как у него какие-то тут намечаются карьерные перспективы. Тульский губернатор. Вот что ты обо всем этом думаешь, об этой движухе? Как это все будет происходить? Ой, ну слушай. Мы же понимаем, что решает это в основном один человек. Ну там и какая-то его кучка окружения небольшая. Что они решат, да кто его знает? Вот так, исходя из того, что имеем, в первую очередь из открытых источников, из того, что поддается анализу. Ну, наверное, Патрушев, Дюмин, Собянин и Мишустин. Это вот, наверное, такой пул тех, кто наиболее вероятные какие-то кандидаты. Насколько там все это... Кто из них тебе кажется самым, я употребляю это слово, вменяемым? Я не говорю хорошим, левый поворот. Вот наиболее, наименее замазанный, так сказать. А я вам так скажу, что кто бы из них не стал президентом, этот человек понимает, что стране нужно спокойствие, стране нужен мир. Будет понимать в любом случае. И стране нужно будет налаживание связей с внешним миром, развитие экономики, то есть и какая-то демократизация. Просто запрос на это, он очевиден, он понимаем. Это социологические службы все фиксируют. То есть ты в любом случае ждешь какую-то оттепель? Это неизбежно. Это любую смену власти сейчас и элиты, и народ воспримет как шанс и будет пытаться этим шансом воспользоваться. Наверное, наиболее сложно это будет при Патрушеве сделать, ну потому что там сильно будет влияние отца, а отец как при Путине. Ну и то, и то, это может быть первое время. Мы по примеру Казахстана знаем, что преемники в какой-то момент все равно обретают самостоятельность и начинают действовать в том русле, в котором сами считают нужным. Так что, а по поводу выборов мэра, слушай, это действительно, на мой взгляд, важное событие. Это важное событие в любой стране, где происходит выбор в столице. Ну то есть тут надо все-таки акцент расставить. Бюджет федеральный всей страны, бюджет федеральный у нас порядка 20 триллионов рублей. Бюджет одной Москвы это 3 триллиона рублей. Уже 4. Вот представьте себе, вся великая матушка Россия. В одной Москве 4 триллиона. Ну вот это очень важный пост. Поэтому сейчас вот, например, там люди, которые занимаются родительским сообществом, ситуацией в образовании, они отмечают, как конфликтует департамент образования Москвы и Министерство просвещения. Казалось бы, у них прямая подчиненность, да? Вот министерство, вот департамент. Нет, департамент... Друг другу они оплюхи отвешивают только так, считают себя равными. Вот маленькая на карте России Москва, а какое важное положение? Друг друг от друга. То есть можно встретиться, поговорить, все вопросы обсудить. По идее. По идее. Но это же все упирается в вопрос финансов, естественно. Да. Мое предложение в связи с этим, вот по выборам мэра конкретно, для оппозиции. То есть мы понимаем, что если ситуация будет складываться так, как сейчас, там снова будет дистанционное электронное голосование, снова будет многодневное голосование. Соответственно, это фальсификация, это невозможность их выиграть. Просто невозможность. Там вбросят и все. Объявят результат и все. Надо ставить власти ультиматум. О том, чтобы, во-первых, отказалась от ДЭГа на время выборов. Во-вторых, от многодневных. И третье, чтобы власть зарегистрировала, либо с помощью своего муниципального фильтра, либо без муниципального фильтра, сильнейшего левого кандидата, которого нужно определить на праймерис. И тогда мы участвуем в выборах. Если нет, то зачем участвовать? Зачем быть статистами? Вот в прошлые выборы нужно будет объявить бойкот этим выбором. И не признавать выбранного там мэра. Сделать их нелегитимными. А как можно его не признавать? Вот простые люди ходят по улице. Ну, не считают они там Собянина, например, мэром. Ну и что, Собянину плевать на них или как? Во-первых, мы должны осознавать, что к сентябрю следующего года внутри России, я в этом уверен, будет политическая динамика. Она просто неизбежна в связи с тем, что будет динамика на фронте. Это повлияет, это всегда влияет на внутриполитические расклады. Помимо фронта у нас экономическая ситуация усугубляется с каждым месяцем. Визис только-только разворачивается. Да, то есть в какой-то момент, это вот по прошлой, даже по истории Первой мировой войны, если вспомнить, 14-й год был уропатриотичный. То есть все граждане почти Российской империи были за войну с Германией, с Австро-Венгрией, несмотря на неудачи на фронте. Все для фронта, все для победы, демонстрации многомиллионные были. В 15-м году уже людям это стало поднадоедать. Люди стали погибать, люди стали чувствовать лишения от войны. Уже все стало как бы не очень. В 16-м году все стало совсем плохо. И при этом в 16-м же году был самый большой успех на фронте Первой мировой войны, это Брусиловский прорыв. Но он никого уже не заинтересовал. Людям уже все равно было, что делается на фронте. И людей интересовало одно, когда вы нам отдадите наших мужей, отцов с фронта, когда мы уже нормальной человеческой жизнью, мирной заживем. Их только это интересовало уже. И вот если сравнивать, истории очень похожи. Очень похожи. Пока у нас идет, я бы сказал, такой уропатриотичный период, но уже его окончание, уже вот он совсем близок к концу. И дальше пойдут другие стадии. Слушай, вот КПРФ на этой неделе отчиталось, что открыли свое отделение в Луганской, в Донецкой областях, и в Запорожской, и в Херсонской. Везде они открыты. Однако же, мы знаем, как у нас работает система. Самые популярные партии в Новороссии, это Единая Россия. У них там безумное количество членов новых в этой партии. У них там депутаты. Все поголовно пошли в Единую Россию и так далее. КПРФ вообще не собирается бороться за власть? Хотя бы вот в Новороссии? Или что? Или как? Твоя оценка, вот что надо было бы делать, если бы ты, например, в параллельной реальности возглавлял партию, что надо делать, чтобы составить реальную конкуренцию Единой России? Слушай, давай я не буду давать оценку открытию новых отделений, чем я так понимаю, из партии. Вопрос по конкуренции, она невозможна. В Новороссии она, в принципе, невозможна. Мы видим, как проходят выборы здесь, в России. Через ДЭК, через вбросы, через многотнефти, через надомное голосование. А теперь мы видели, как проходили референдумы на новых территориях. Мы видим, что бойцы с автоматами ходили с этими уровнями. Оно и понятно, когда военная обстановка, ты вынужден меру безопасности предпринимать. Но вы можете себе представить, что там, например, председатель участковой избирательной комиссии. Они такие же, как здесь, они ничуть не лучше. Они такие же задания там получают. Ей получили 90% за Единую Россию. И она там что-то, предположим, добросила. Кто-то будет жалобу писать? Вот она пришла с автоматчиком. Ну давайте не будем. Какие там выборы, в принципе, могут быть? Ты понимаешь, я имею в виду даже не выборы, я имею в виду борьба за умы, борьба за народное уважение и любовь, борьба за информационное пространство. То есть открыли отделение через сколько? Через три месяца после присоединения. В сентябре у нас было присоединение. Ну хорошо, что дальше? То есть у Единой России там уже, понимаешь, поляна занята капитально. У КПРФ какой-то план есть? Мне об этом неизвестно. К сожалению, это не публичится никак. Я не знаю ничего об этом. Тем более сейчас, когда мы видим, когда у нас даже депутаты провластные, Песков, замглавы администрации президента, заявляют о том, что там непонятные границы сейчас у этих территорий, что мы посоветуемся с жителями, но то есть границы не определены. Ну это же очень важно в контексте дальнейшего подписания того или иного мирного соглашения, потому что если, например, тот же Херсон окажется под влиянием Украины, с точки зрения Конституции это катастрофа, это недопустимо. Но если мы говорим, что Херсон не является частью Херсонской области, ну как бы, ну, это просто территория, оставшаяся в составе Украины, значит, наша Конституция ничего против иметь не будет. То есть тут такая, такой ход. Да и ход-то понятный. Ну, тебе нравится этот ход? Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Но это понятно, зачем мне это делают. Я не хочу иметь к этому отношение. Я не хочу даже высказываться по этому поводу. Потому что все это настолько сейчас... И у меня нет ощущения, что это от нас как-то сейчас зависит. Вот тем манипуляциям, которые происходят и будут происходить у «Единой России». Здесь мы хоть можем хоть как-то какие-то злоупотребления, публичие, там, жалобу в суд подать. А там я не представляю, что мы сможем. Вот в плане выборов, в плане борьбы за умы. Но там, опять же, это военная обстановка, это другое. Там, естественно, люди... Есть конфликтующие стороны. По какой-то причине жители оказались... Кто-то по убеждению, кто-то всего обстоятельств оказались на стороне одной силы. Но, естественно, они себя ассоциируют с этой силой. И они ищут защиты от этой силы. Какая бы она плохая, хорошая ни была. А эта сила – это единая Россия с точки зрения граждан, с точки зрения власти. Поэтому там, в любом случае, пока идут боевые действия, как бы они ни складывались, как бы социально-экономическое положение не ухудшалось, они себя будут ассоциировать с единой Россией. Ты знаешь, почему я спрашиваю об этом? Дело в том, что тут один из авторитетных телеграм-каналов, который связан с администрацией президента, «Образ будущего», написал следующее. Я сейчас не подготовил эту цитату. Близко к тексту. Коммунистическая партия Украины, которая была запрещена на Украине, ну, это же ж нацистский режим, все дела. Значит, Коммунистическая партия Украины, по идее, это герой. Но они говорят иначе. Вот Коммунистическая партия Украины теперь поголовно вошла в состав КПРФ. Ха-ха-ха. Маргиналы, люмпен-маргиналы, теперь востребованы. Я понимаю по этой желчи, я понимаю, что они рассматривают украинских коммунистов как реальную какую-то конкурента, как минимум. Ну, безусловно. Мы же помним парламент Украины, когда там выборы проводились, и КПУ там всегда была в этом парламенте, она проходила вот этот барьер. Проценты сейчас вот точно не скажу, но что-то в совокупности с другими левыми партиями там до 20% доходил. И там партия регионов тогда была, понятно, потом ее там то ли запретили, то ли что-то там, да. Потом был оппозиционный блок. То есть в любом случае эта платформа-то все одна. Она пользовалась поддержкой на Украине, безусловно. И там были, то есть в том числе и идейные люди. Понятно, что были коррупционеры, это безусловно, иначе бы недовольства народа не было, если бы там все хорошо было, да. Но были идейные люди, сильные люди. И я надеюсь, что именно они сейчас вступают к КПРФ. Ну вот, что бы ты делал, вот если бы у тебя, например, была возможность как-то к ним обратиться? Что надо делать сейчас коммунистам на Украине? Ой, надо обратиться к Ленину. Ленин в этом смысле излагал свою позицию довольно-таки четко, да, что войны народам не нужны. Соответственно, это... Мы понимаем, что это конфликты между режимами. И, соответственно, вот этот лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», да, он очень правильный, и он очень подходит во все времена. Как правило, войны происходят из-за амбиций политиков. Так. Народу ничего не получает для себя. Никаких преференций, никаких... Ну, слушай, вот конкретно я был в Донецке. У них там очень все четко. Они говорят о том, что мы надеялись, рассчитывали на вот эти пресловутые минские соглашения, но нас обстреливали, обстреливали, обстреливали. У них там поголовно есть благодарность за то, что начата эта спецоперация. Согласен, согласен. Я сам ко мне на днях приходила бывшая жительница Горловки. Сейчас она пытается сюда вывезти свою семью. У нее там тяжелое очень положение. То есть они там практически в подвале живут. Прям в режиме онлайн мне показывало, что там происходит как-то. ракеты прилетают, трупы лежат. Но... Ну что, здесь нет простого решения. Нет переговора. Нужны переговоры об окончательном урегулировании. Что еще сказать нужно? Окей, возвращаясь к вопросу выборов. Вот ты говоришь бойкот. Как же его все-таки реализовать, чтобы он был чувствителен для власти? Для этого должно быть политическое решение руководства КПРФ. И для того, чтобы этот бойкот почувствовался, нам нужно провести праймерис не только среди членов КПРФ, но и среди тех левых политиков, которые не являются членами КПРФ, но которые достаточно влиятельны. И высказать четкое намерение, что кто бы не победил на этих праймерис, ну там какие-нибудь верифицированные подписи. То есть можно организовать без ботов. Это реально, технически. Кто бы не победил, КПРФ обязуется топить за этого кандидата, выдвигать его. Если власть его не выдвигает, то объявлять бойкот. Вот это бой. Очень мощный политический шаг. Очень мощный. Ну, предположим, условно. Побеждает... Не, я просто не понимаю, что такое бойкот. На моей памяти бойкотов, которые приводили бы к каким-то изменениям, не было. Это редкость, когда бойкот приводит к изменениям. Но если этот бойкот будет связан в том числе с активизацией работы по организации профсоюзного движения, о чем я предложил в своем видео, друзья, можете посмотреть, последнее видео на моем канале на прошлой неделе, которая вышла, профсоюзное движение и движение в защиту прав мобилизованных и военнослужащих. Прежде всего, социальных прав. Сейчас этот вопрос, он очень широкий. Ко мне сейчас просто очень много людей обращаются по... Те, кто ранены в ходе СВО, мобилизованные, те, кто неправомерно, военнослужащие, не получившие этих... жилье, более 40 тысяч их. 40 тысяч, которые только в очереди стоят. Еще, я уверен, много тех, кто там не встали... Это целый город. Да. У каждого из них семьи. То есть это 40 тысяч семей. Реально, это число ожидающих свыше 100 тысяч, скорее всего. Вот этих. Но ими надо... Вот этой повесткой надо заниматься сейчас активно и четко проговаривать, почему мы отказываемся. На прошлых выборах, говорю, Собянин набрал 70%, а Кумин, который был выдвинут, 11%. Это не было ДЭГа, не было Многодневки. А сейчас с ДЭГом Многодневкой сколько мы наберем? Если снова выдвинем кандидата, который не выбран на премьерис. А на прошлых премьерис победила Елена Шувалова. Но ее не пустили почему-то. А почему ее не пустили? Я не знаю. Не знаю. Но, скорее всего, это мое предположение только. Что у нас же не было своего муниципального фильтра. То есть, чтобы выдвинуть своего кандидата, даже КПРФ должна заручиться муниципальным фильтром. Это 7% подписей от количества муниципальных депутатов. В Москве там порядка полутора тысяча четыреста с чем-то депутатов. То есть, порядка 110 подписей муниципальных депутатов нужно. У КПРФ всего 40. 40. То есть, где-то 60 подписей где-то еще нужно брать. У кого? Кто их может дать? Только Единая Россия. Все. Лучше никто, в принципе. Невозможно больше. Ну, то есть, это как было на тех выборах с Навальным. Навальному дали баллотироваться, и Единая Россия организовала эти подписи. Да, да, да. То есть, это уже было. Ну, ты понимаешь, это до сих пор припоминают Навальному его команде, типа, вот, он сотрудничал с Кремлем, это все был спектакль. Слушай, ну, сама по себе ситуация, да, именно вот сама ситуация, когда Единая Россия дает свои голоса вроде бы своему прямому конкуренту, да, она, конечно, некрасивая. И если она нам дает эти голоса, или там Навальному, да, это все как бы выглядит очень странно, но если это делается с позицией силы, скажем так, когда мы вот заявляем громко свою позицию, и власть ультимативна, и власть вынуждена, чтобы считаться легитимной в глазах общества, идти на встречу, а мы не берем, мы выдвигаем реально сильнейшего кандидата, который ведет свою компанию, то почему нет? И в принципе тогда же от оппозиции не было более сильного кандидата, я насколько помню, в 13-м году, и Навальный вел реально свою компанию. То есть в итоге мы видим, что с этой точки зрения он не сливал выборы. и здесь тоже условия такие, что идет нормальный кандидат, и вы нормально с ним поднимаете. Ситуация, конечно, очень сложная, что даже если эта схема реализуется, станет вопрос, среди кого проводить праймерис, да? Значит, Платошкин со сроком, кто там, Грудинин вообще непонятно где исчез с политического поля? Ну, это не уровень Грудинина. Он все-таки на президента заявлялся. Поэтому я думаю... Ну, хорошо, он же еще живет в стране. Пусть попробует стать мэром Москвы нормально. Ну, ладно, это ставим ему. Я свое мнение высказываю, что если человек уже заявился туда и на самом деле очень хорошо там пошел, именно, как кандидат, мы помним, его рейтинг очень быстро рос. И только за счет какой-то глобальной чернухи со СМИ его удалось замочить. А так-то... Ну, сейчас-то Грудинин же не может претендовать. Его, повторюсь, нет в медийном поле. Я вообще не знаю его мнение по спецоперации, по мобилизации, по коронавирусу. Где Грудинин? Нету Грудинина. Вот ты, может быть, не называй фамилию, но у тебя есть представление о том, кто эти люди, которые можно показать народу на праймерис? Вот давай так. Первые места, которые занимались на прошлых праймерис, были Елена Шувалова, Вадим Кумин, Кумин на третьем месте был, Шевченко на втором был. Еще раз, Шувалова первая, Шевченко вторая, Кумин, по-моему, третья, Рашкин четвертая. Рашкин и Кумин, они очень близко были. Мне кажется, всех четверых точно надо пускать на выборы. Ну и дальше там... Ну и сейчас, по факту, это не политики федерального масштаба. Конечно, вот они в медийной повестке, ну, нету их. Нет каких-то ярких акций, выступлений, заявлений, не знаю, судов. Про Рашкина практически после дела Лося ничего. Елена Николаевна тоже про нее не слышно. Кумин. Ну, слушай... Ступин, Ступина знаем. Платошкин по статье, он со всеми перессорился, но его хотя бы знаем, да. Других политиков нет. Поэтому, вот, кто есть, кто более-менее известен, ну и сам желает, да, тех надо заявить. Ну, в Мосгордуме там есть Нингалычев, есть Янчук, в Госдуме есть Парфенов, есть Обухов. Это я называю, то есть, депутатов от Москвы именно, да, там, не берем. Слушай, вот Обухов, он более сейчас известен, чем Рашкин и Кумин. А ты более известен, чем все они. Слушай, я себя комментировать не буду, здесь... Да, ты себя не комментируй, но, но, блин, плохо. Плохи даже дела, товарищи. Тут важно систему выстроить. Даже если у нас есть претензии к конкретным политикам, что они там недостаточно активны. Я понимаю, я прекрасно, у меня от них масса претензий к очень многим. Но, если я их начну высказывать сейчас, то я пересрусь со всеми окончательно. И все, зачем? То есть, надо организовать какую-то систему, все равно там пара-тройка достойных всегда найдется. Всегда найдется. и, соответственно, мы с тобой уже согласились сейчас по некоторым фамилиям, что их, как бы, это люди, которые продолжают активность. Соответственно, их выбрать и у этого человека будет не просто, что его где-то в кулуарах там непонятно как там направили. Да, направили. А это вот будет голосование и этот человек будет обладать легитимностью достаточно широкой. из-за него потом, если еще впишется партия, КПРФ, да, сейчас самая мощная оппозиционная партия, да, кто-то сейчас может быть там критичным мои слова воспринимать. Но, друзья, а кто лучше? Ну, нету. Это как раз тот вопрос, который мы уперлись в ходе нашего разговора. Дефицит. Что партий, что политиков. Ну, дефицит-то искусственный. Просто... Ну, это, конечно, у нас поляну защищали очень активно и успешно. Но, по факту, по факту ситуация такая. То есть, мы на пороге больших перемен. Я согласен с тобой, что у нас, очевидно, будет какая-то мощная динамика внутри страны. и нам уже сейчас позарез нужны те самые люди, а их дефицит. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал Ступин на Ютубе. Телеграм Телеграм Телеграм-то почему не ведешь? Почему не веду? Иду. Депутат Ступин, Телеграм-канал. Друзья, подписываемся. Буду тебе признателен, если ссылочку в закрепленном комментарии. Давай, пришли мне ссылки, и все это мы разместим. Спасибо за беседу. Друзья, готовьтесь. Россию ждут великие перемены. Ступина в мэры Москвы, Янчук в президента России. Короче, до новых встреч. Счастливо, друзья.